Хотелось вот именно красоты, да, чтобы вот если вдруг придется раздеться, то есть начинает гулять пояс, начинает появляться пустота в чашках, вечно спадающие бретели с плеч. Сейчас нас также слушают мамы девочек, и такой важный момент, когда же нужно начинать выбирать первый бюстгалтер. Ни нас, ни, например, ни мам наших, ни наших бабушек, никто не учил подбирать белье. У нас как таковой бельевой культуры в стране ее нет. Если вы ее за ручку приведете и скажете, вот Маша, вот тебе сейчас тетенька подберет правильный бюстгалтер, раздевайся, да все, в этот момент ребенок захлопнется. Миф о костях-то вообще, что скажете, они зло или добро? Вот кости в бюстгалтере. Это очень хороший костяный вопрос, это основной и самый больной миф. Как здесь подходить к выбору белья для беременных женщин? И женщина больше не хочет подстраиваться под бюстгалтер, когда есть вариант, что он может подстроиться под тебя. И мы все равно поменяем эту реальность, мы сделаем эту революцию. И я всем партнерам говорю, вы даже не представляете, какое большое и великое дело вы делаете. Сейчас я задам главный вопрос Татьяне. Кто такой брофитер? Больше будет здоровых женщин, а это значит здоровых матерей, жен. Тем большим женщинам мы дадим свободу, дадим комфорт, наслаждение жизнью. И это больше, чем просто подбор белья. И вот эта неискренность, она не заходит. Вот когда действительно людей зажигает идея, деньги приходят сами собой. То есть они как результат. Ну, курс начинался на самом деле, вообще подразумевало создание, больше просто для женщин. То есть меня попросили его стать моей же клиентке. Говорит, Тань, ну вот я хочу знать то же, что ты, но вот только относительно себя. Часто приходят стилисты, потому что они как раз таки знают, что мало подобрать одежду. Надо, чтобы под этой одеждой было правильнее белье. И я сказала свое мнение как брофитера, что им стоит переделать, почему я не беру их белье. И они приняли к сведению, и, кстати, переделали полностью коллекцию. Ну, почему-то всегда забывают про девочек, которые в среднем размере находятся. Но есть некое такое заблуждение о том, что, ну, вот эти женщины не всегда смогут найти белье в обычных магазинах. Я как-то вот не разделяю, да. Вот если мы делаем, то для всех. Задержки произошли из-за пандемии, да, из-за сложностей. Потому что в основном все производство отрабатывало там на отшив масок. В общем, были содержки, но меня радует, что все это закончилось, и у нас сейчас производство запустилось. Сегодня мы поговорим о том, как правильно выбрать нижнее белье. Но чтобы и глаз радовался, и телу было очень комфортно. И, на мой взгляд, это очень важная тема. И ведь многие женщины сейчас подумают, о, это нужно только полным или, о, это нужно только худым. На самом деле, наверное, нет, потому что у каждой женщины или девушки, или даже девочки, подростка, есть свои особенности. Расскажите, пожалуйста, как вы встали вообще на этот путь, почему решили стать брофитером и какой у вас опыт? Спасибо за вопрос, Кристина. Вы совершенно правильно отметили, что как раз-таки образ, он начинается не с платья, а именно с нижнего белья. И очень важно создать вот эту базу идеальной, чтобы она подчеркала достоинства, скрывала недостатки, кому это необходимо. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас получилось замечательное, полезнейшее интервью с Татьяной Соколовой. В студии у нас эксперт, профессиональный брофитер. Татьяна Соколова – создатель бренда Ideal Forms, владелица франчайзинговой сети салонов брофитинга и автор курса по подбору белья «Сам себе брофитер». Пишите, переходите по ссылке, подписывайтесь на Татьяну Соколову и аккаунт Ideal Forms. Спасибо вам большое. Спасибо, Кристина, за приглашение. Бесконечно полезно и приятно. Это такой хороший коктейль. Рады стараться. До новых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова